А в первый день зимы губернатор Игорь Руденя посетил площадку фестиваля профессий «Билет в будущее». Он проходит в Тверском мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история». Проект по ранней профессиональной ориентации школьников реализуется по поручению президента Владимира Путина. О том, как прошел визит главы региона, как проходило его общение с молодежью, мы рассказываем прямо сейчас. Фестиваль «Билет в будущее» стартовал 22 ноября. Он объединил около 12 тысяч учащихся 6-11 классов, более 700 педагогов и представителей родительского сообщества из 40 муниципальных образований. Один из гостей – ученик Козловской средней школы Илья Осипов. Это тот самый пример, когда участие в форуме помогло с профориентацией. Пообщавшись здесь с представителями Центробанка, Илья решил стать финансистом, причем тверским. Экономика – это очень интересная наука, но гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд. Мне очень нравится изучать ее принципы, и также мне нравится изучать принципы работы этого мира. Я бы хотел работать здесь, в Тверской области, потому что я считаю, что любовь к малой родине – это важная составляющая любого гражданина России. Партнерами проекта стали крупнейшие производства Верхней Волжи. Тверской вагонзавод, Газпромгазраспределение, Метавр, Милфудс и многие другие. От учебных заведений представлены Тверской госуниверситет, Академия воздушно-космической обороны, Тверской колледж сервиса и туризма и другие организации. У всех стендов постоянно царило заметное оживление. Школьники задавали самые разные вопросы. Чаще всего ребята спрашивают, что это за гранулы такие. Многие путают эти гранулы с бисером. Кто-то думает, что это кристаллы. Наш основной продукт на самом деле – это гранулят полиэтилен-терепталата, из которого в дальнейшем получаются, как пример, пластиковые бутылочки. В ходе своего визита Игорь Руденя ознакомился с тематическими площадками фестиваля. Ответил на вопросы юных журналистов из пресс-центра «Движение первых». Пообщался с участниками проекта. В разговор также активно включились депутат Госдумы Сергей Веремеенко, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, руководитель регионального отделения Российского Союза промышленников и предпринимателей Андрей Дмитриев. В приветственном слове губернатор отметил основную задачу форума – вызвать интерес к получению профессии, что очень важно сейчас, когда Россия строит сильную и независимую экономику. И в этом нам поможете именно вы. Вы – молодежь, которая приходит нам на смену. Завтра вы будете руководителями предприятий, завтра вы будете директорами школ, завтра вы будете руководителями муниципальных образований. Кто-то из вас станет, я в этом абсолютно уверен, губернатором Тверской области. При этом в ходе общения была затронута очень важная тема – демография. Ведь без полноценных семей, где по два-три, а то и больше детей, невозможно не то, что построение сильной экономики, но и просто удержание той территории, которую занимает Россия, отметил губернатор, и в этом его поддержал митрополит Амвросий. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею. Кто выполняет это благословение, тот и обладает землей. Если это благословение человек перестает выполнять, эту землю населяют те, которые это благословение выполняют. После приветственных слов наступил формат свободного общения. Ребята задавали вопросы о востребованных в Тверской области профессиях, о возможностях поступления после школы. Так Игорь Руденя поддержал предложение о работе масштабной площадки, на которой колледжи и университеты Верхней Волжи смогут представить подробную информацию о предлагаемых специальностях, чтобы абитуриенты более чётко определились с направлениями обучения. А на вопрос о том, какие советы глава региона даёт своим детям при выборе профессии, губернатор ответил, если хочешь быть счастливым, то не должен быть ленивым. Продолжение следует...